Добрый день, добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире Финам ФМ Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Ну и, учитывая новый формат нашей программы, мы сегодня, тем не менее, это радует душу мою, моих гостей, ну и части аудитории, я тоже надеюсь, радует душу. Потому что мы сегодня вновь поговорим о рынке, о фондовом рынке, о российском фондовом рынке или о рынках в целом. Но, тем не менее, смотрите, я хотел бы таким образом сегодня сформулировать тему нашего эфира. Чтобы максимальное количество аудитории привлечь для разговора, мы будем говорить о взаимосвязи фондового рынка, российского или любого другого, взаимосвязи фондового рынка с экономикой, насколько они действительно тесно каким-то образом взаимодействуют. А может быть, как некоторые мне за эфиром намекали, никакой связи-то и нет между ними. Вот. Может быть, проследить, если, опять-таки, да, корреляции существуют, последить, может быть, причинно-следственные какие-то связи, что впереди, что позади. То есть фондовый рынок реагирует на события в экономике, или, наоборот, фондовый рынок — это некий такой опережающий индикатор, да, будущих событий в экономике. В общем, вот такая тема. Обозвали мы ее российский фондовый рынок 2014. Есть ли повод для оптимизма? С удовольствием представляю гостей в студии «Сухого остатка» сегодня Дарьи Желанова, заместитель директора аналитического департамента компании «Альпари». Добрый день, Даша. Добрый день. И в студии Дмитрий Ратачев, управляющий партнер «Концерт Дженерал Инвест». Дмитрий, добрый день. Добрый день. Для вас, уважаемые слушатели, я напомню телефон в студии 6510996, код города 495, и сайт компании finam.fm. Звоните, пишите, задавайте вопросы, делитесь собственными мыслями, ну и одну из них я хотел бы все-таки сакцентировать. Я спрашиваю вас, наши уважаемые радиослушатели, на ваш взгляд, есть ли связь между событиями на финансовых рынках, на фондовом в том числе и реальными событиями в экономике? Звоните 65 10 99 и 6. Ну что ж, давайте начнем разговор. Совсем недавно закончились продолжительные праздники. Ну, надо подчеркнуть, что продолжительными они были в Российской Федерации, да. Другие экономики мира вышли из празднества Нового года чуть раньше. И к этому моменту, если можно, давайте поговорим о том, что произошло на этих самых финансовых рынках, в общем, как чувствует себя мировой экономический, я бы так сказал, мировая экономика, да, мировой экономический кризис, нет? Кризис можно? Как он себя чувствует? Дим, давай с тебя начнем. Значит, ну, за праздники мы увидели коррекцию на рынке нефти. Там нефть снизилась, марки Brent, там, порядка 5-6-7 долларов. Значит, финансовые рынки Америки и Европы работали 3, 6 и 7 числа. Соответственно, мы открывались, ну, основное, скажем, наше открытие было 9-го. 6-го тоже была, да, торговля, мне кажется, ну, в основном форцовый рынок, да, работал, то есть фьючерсы. Но 9-го числа мы уже открылись, как говорится, да, там, в штатном режиме, вот, значит, на фоне снижения нефти мы, соответственно, наш рынок, значит, ушел вниз. После чего мы увидели коррекцию на 1% по СНП, по Америке. Значит, ну, в итоге, вот, буквально вчера, значит, российский рынок... Извини, извини, буквально, мне очень захотелось небольшое дополнение. Вот, прослеживая сценарий, да, о котором Дима сейчас рассказывает, значит, российский рынок, да, на открытии снизился, после чего мы увидели просадку в СНП. Да, на самом деле, да, что-то перевоочередное. Следствие такое, да, российский рынок упал, и СП тоже начал вниз двигаться. Не, ну, безусловно, конечно, мы двинулись уже непосредственно после, да, то есть после коррекции по Америке. Вот, то есть мы следуем за ними, а не они за нами, это безусловно. Значит, но вчера американский рынок развернулся, показал рост на порядка 1%, вот, на фоне этого сегодня, вот, российский рынок и европейские площадки, также мы подрастаем, да, то есть порядка 0,8%, тоже порядка процента растем. Вот, собственно, ну, скажем, основные события, которые мы видели за, там, эти продолжительные праздники в России, и, там, первую, скажем, еще не закончившуюся неделю. Я понял, хорошо. Значит, то, что произошло, понятно, то, что будет происходить, мы говорим об этом чуть позже. Даш, к тебе вопрос у меня вот этот вот, ну, по крайней мере, твое провокационное заявление, да, заставляет меня тебя мучить этим вопросом. На твой взгляд, есть прямая связь между событиями на финансовых рынках, на фондовом, бог с ним, возьмем, да, локальную историю, и событиями в экономике? То есть они каким-то образом связаны, отражают друг друга, или это все фикция? Не могу я себе позволить сказать, что нет, не связаны они никак, в прямом эфире взять на себя такую сумасшедшую ответственность. Конечно же, это одна система, конечно же, они взаимосвязаны, безусловно. И понятное дело, что когда экономика растет, мы это видим на финансовых рынках, понятное дело, что там кредитование реальной экономики, да, приумножение капитала, все это происходит как раз-таки на финансовом рынке. И говорить о том, что они не связаны, ну, не стоит такими заявлениями бросаться. Разговор в другом. Каким образом происходит эта корреляция? Вот здесь вопрос такой из философской плоскости, поскольку в спокойные некризисные времена, в общем, все как бы нормально, все логично. Как только случаются какие-то кризисы, начинаются перекосы, безусловно. И вот это то, с чем нам приходится работать. Давай, а вот в спокойные некризисные времена как все происходит? Все хорошо в экономике. Есть производство, есть рост, идут инвестиции, идет рост капитализации компаний, все замечательно, растут активы, все счастливы, все довольны. И параллельно с этим, да, растет фоновый рынок? Разумеется, конечно, да. То же самое мы видим, соответствующую динамику мы видим на валютных рынках, мы видим соответствующие ставки на долговых рынках и так далее, и так далее, и так далее. Ну, соответственно, риски распределяются в системе совершенно там определенным образом. Но как только наступают какие-нибудь более веселые времена, не столь спокойные, там уже, конечно, начинается более веселая динамика. Понятно. Ну, то есть более веселая в том плане, что она не совсем логична, может быть, да, Дим? Ну, на самом деле, я немножко разделил бы, да, вот на мой взгляд, это понятие. То есть, безусловно, принято считать, что финансовый рынок, да, там особенно фондовый рынок, да, является опережающим индикатором экономики. Все же так. Да, безусловно. Но, значит, возьмем в частности, если российскую экономику, да, и российский рынок, то есть изначально, да, когда вот действительно в экономике, то есть там ВВП растет из года в год, да, то есть мы видим, как говорится, какой-то плюс, какой-то прирост, да, в экономике, то, соответственно, рынок двигается, в принципе, можно сказать, повторяя, да, динамику. Но как только мы действительно видим какие-то времена, в которых действительно что-то меняется, то есть идет там какая-то стагнация в экономике или какой-то там, скажем, незначительный регресс или еще что-то, мы видим, что на рынок, в частности, вот на российский, там, на другие рынки приходит спекулятивный капитал. Так вот, что является на самом деле самым страшным врагом для российского рынка и в том числе для других площадок. Потому что, конечно, когда спекулятивный капитал приходит, он приходит временно, то есть он приходит для того, чтобы, скажем, ну, назовем так, попытаться взять сливки и в то же время, поскольку многие также играют на понижение рынка, да, так вот это и является. То есть вообще, скажем, если говорить о работе на рынке в шорт, да, то есть на понижение рынка, в принципе, это, как сказать, да, это пагубно, потому что ты фактически работаешь против экономики. Вот, поэтому я бы сказал, что в целом, что действительно корреляция есть, зависимость есть, но, безусловно, там, вот, когда наступают какие-то определенные, скажем, времена, вот спекулятивный капитал, он как раз является, то есть это полностью отрицательным фактором для вообще. Даша, как ты к спекулянтам относишься? Я одна из них, я должна признаться. Сегодня у нас, да, день откровений, день откровений, сначала ты попыталась, но потом передумала, да? Хорошо, хорошо, хорошо. Ну, я по поводу... Тоже вы меня раскрываете-то так. Теперь, оказывается, что ты спекулятивный. То есть ты, вот, как Дима сказал, да, в какой-то момент работаешь против экономики, получается, да? Я лично работаю только во благо экономики, и вам, Олег, это известно. На самом деле, относиться можно как угодно, вопрос в том, что эта категория инвесторов, она присутствует, и... Ну, подожди, вот в хорошие времена, ведь спекулянты тоже наверняка на рынке есть. Конечно. Просто их доля в этом случае, да, может не так значительно. Здесь имеется в виду глобальный спекулятивный капитал, то есть не, скажем, наличие там больших физических лиц, которые работают в шорт или в лонг, ну, то есть неважно, да, по сути, но они работают, как говорится, на маленьком горизонте, да, то есть на небольшом горизонте. А здесь речь идет, скажем, ну, условно говоря, что если, когда там большие фонды, да, которые там, например, аллоцируют там на странный БРИК там 10%, например, своего портфеля, когда наступает определенный момент, где они видят какие-то, значит, возможности новые для себя, ну, которые там, например, на квартал, там, на месяц, на год, там, условно говоря, да, то они могут, например, увеличивать там на странный БРИК там до 30-20%, например, аллокации. То есть вот здесь идет о чем речь, то есть они приходят, они разгоняют рынок или, например, наоборот, работают вниз, да, условно, значит, и после чего, скажем, они собирают прибыль и уходят. Я понял, Дима, смотри, но мне хочется уточнить, что они приходят, разгоняют рынок, как ты говоришь, или работают там в короткую позицию, да, именно в те неспокойные времена, да, которые мы обсуждаем. Ну, просто дело в том, что в неспокойные времена, скажем так, вот, раскорреляция между рынками мировыми, она более ощутимая и более явная. То есть, а когда все-таки рынки спокойные, то есть, ну, большую часть, естественно, денег все равно в любом случае сосредоточится на развитых рынках, а не на развивающихся. Во всяком случае, в последние три года мы это видим явно. Ну, и, кстати, давайте вернемся тогда уже к развитым рынкам. Дело в том, что не далее, как на прошлой неделе, состоялись определенные события, там, мы на Штаты прежде всего смотрим, определенные события, определенная статистика, вот, и, соответственно, реакция рынка на нее, вот, мне хотелось бы услышать от вас, да, что это за статистика, и почему именно такая реакция на нее? Это статистика по рынку труда, Даша. Статистика вышла крайне позитивная, и радовались все просто невероятным образом. Единственное, там есть одно противоречие, да, там, часть данных вышла намного лучше прогнозов, а часть неожиданно намного хуже прогнозов. И, понятное дело, что данные не бьются, и когда ситуация вот такая вся замечательная, так, как нам ее рисуют, ну, что-то не бьется. Соответственно, мы делаем вывод о том, что, скорее всего, либо там не так все хорошо, либо данные сманипулированы. Соответственно, мы больше верим в то, что Федрезерв просто немножечко подкорректировал для того, чтобы было чем прикрыть свои решения. Самое главное решение они уже приняли еще в прошлом году на последнем заседании. Соответственно, программа будет сокращена всего на 10 миллиардов, но на самом деле это не так страшно. Вот было видно по реакции рынка, то есть S&P прирос немножечко, да, но остальные чуть-чуть скатились. Доллар вырос, но вот такой прям паники и разрыва, ничего такого не было, потому что в новостях все было отыграно. Опять же, не стоит забывать о том, что КУЕ это два принципиальных момента. Это не только объем выкопа, но это и ставки. Для экономики ставки намного важнее. И вот к вопросу о том, чтобы поднять ставки раньше, чем в конце 15-го, а теперь уже говорят и 16-го, речи не будет. Соответственно, вот эти 10 миллиардов плюс-минус, да, проглотил их рынок, вообще не заметили. Вот, соответственно, мы ждем дальше следующего заседания, оно состоится в январе 28-го, 29-го, если мне не изменяет память. Всего в этом году заседаний будет 8. Сейчас объем выкупа 75 миллиардов долларов. Вот, в принципе, если у них будет все так замечательно, и они решат сохранять темпы сворачивания, то к концу года, да, несложными вычислениями мы придем к тому, что фактически программа будет завершена. То есть, условно, в каждом заседании минус 10 миллиардов, да? Условно, да, но ФРС, они, как всегда, люди очень грамотные, стратежно мыслят и всегда оставляют себе пространство для маневра. Что было сказано? Сказано было то, что действительно они решили пойти на этот шаг, но у них нет четкого плана проводить сворачивание на каждом конкретном заседании. Соответственно, к каждому конкретному заседанию они будут смотреть на что? Правильно, на статистику. Соответственно, в случае, если статистика ухудшается, мы говорим о том, что, возможно, сворачивание будет приостановлено. И в случае невероятных каких-то критических событий, я не исключаю, например, что программа будет снова расширена. Ну, то есть, понятное дело, что сейчас это звучит, может быть, дико. А что за события, Даша, если можно поподробнее? Вот какие невероятные события? Если вдруг статистика продемонстрирует то, что на самом деле все далеко не так хорошо... Смотри, некоторое время назад ты сказала, либо это действительно какие-то негативные влияния экономики, либо это манипулирование. То есть мы можем говорить, что подкручивать могут они, да, эти цифры? Конечно. Но это не секрет ни для кого, что статистика, она действительно подкручивается в ту или иную сторону, которая нужна для того, чтобы обосновать принятие определенных решений. Опять же, мы знаем Джанет Йеллен, которая становится новой главой Федрезерва, как Ярова Голубя. И ожидается, что она будет сторонницей политики Бернанки, ее продолжателем. И при этом она говорила перед банковским комитетом Сената о том, что она не видит проблем в продолжении КУЕ-3, что рисков нет никаких, что все здорово, давайте печатать дальше. И при этом на последнем заседании она была в числе тех, кто проголосал за ее сворачивание. Вот вам, пожалуйста, расхождение. Соответственно, я говорю о том, что... Это какая-то беспринципность, я бы сказал. Ну, может быть, не беспринципность, но она смотрит гибко. Соответственно, всегда нужно оставлять вот это вот пространство, всегда, в случае, если вот какая-то статистика будет подводить, мы можем увидеть обратную динамику. Вот такая картина. Смотрите, вот с какой точки зрения сейчас я хотел бы обсудить с вами те же самые события в Соединенных Штатах Америки, те же самые разговоры вокруг сворачивающих коллег смягчений. Ведь очевидно, да, мы сегодня говорим о взаимосвязи, ну, конкретной какой-то экономики с конкретным фондовым рынком. А, в принципе, можно ведь говорить о том, что, да, в глобальном мире мы живем, что события в Соединенных Штатах Америки в конечном итоге отразятся во всех экономиках, да, и в конечном итоге дойдут до каждого, до каждого, что называется, потребителя, до каждого гражданина. Гегемоны. Нет, ты не согласна с этим? Согласна. Понятно. Ну, это как констатация факта просто. Он неприятен, этот факт, да? Но он факт. Да, но от него никуда не деться. Дим, вот с этой точки зрения, если можно, смотри, изменение политики, да, монетарной политики в далеких Соединенных Штатах Америки, каким образом в конечном итоге мы с вами почувствуем здесь, в Российской Федерации? Ну, во-первых, уточню, да, мы почувствуем как инвесторы или мы почувствуем как... Ну, давай сначала как инвесторы, да, одна категория более профессиональная, и вторая просто как обычный потребитель. Соответственно, как инвесторы мы можем почувствовать это в каком ключе. То есть, если действительно все-таки политика будет потихонечку сворачиваться, да, то есть очень важно понимать, скажем, какая будет реакция. То есть, если действительно все будет идти в рамках ожидания, то я не думаю, что, скажем так, что-то сильно изменится на рынке. Но, измениться, скажем, должно, и я жду, когда же это произойдет, единственная вещь, когда в последние три года мы увидим рост американского рынка в среднем от 15 до 25% в год. Это очень большие показатели роста для развитого рынка. Соответственно, я жду, когда же наступит период, когда они будут расти по 3-5% в год, как это было до кризиса. Но будут расти тем не менее. Ну, конечно, безусловно. То есть, я считаю, что американская экономика в любом случае является драйвером мировой экономики, и пока с этим невозможно поспорить. Значит, она будет расти на 3-5% в год, соответственно, тогда произойдет переток денежных средств, о которых я даже в самом начале говорил, перейдет на развивающиеся площадки. И начнется так же, как это было, на самом деле, до кризиса, да, то есть начнется так называемая обратная динамика. То есть, когда вроде бы американский рынок плюс-минус находится на месте, ну, там 3-5% до роста, вот. А развивающиеся площадки начнут вот эту вот догоняющую динамику, то есть расти там на 15-20-30%. То есть, у них обнаружится некий потенциал, да? Конечно. Я, безусловно, считаю, что развивающиеся площадки очень сильно отстают. И, как бы, рано или поздно мы видим, что это, как говорится, это отставание, эта дыра, она будет зашита. Вот. Это что касается профессиональных инвесторов. Ну, что касается, скажем, ну, если взять, как говорится, да, там, обывателей, да, скажем так, то есть, которые, ну, то есть, не являются там профучастниками, не имеют портфелей, да. Ну, в первую очередь, наверное... Тем, прости, пожалуйста, мы сейчас прервемся, подсказывает мне. Итак, друзья, продолжаем эфир «Сухой остаток» на Финам.ФМ. Сегодня мы говорим о рынках, о финансовых рынках, о рынке фондовом. И определяем взаимосвязь, как экономика конкретного государства связана с этим самым рынком, да? Ну, во-первых, связана ли она прежде всего? И, значит, вот эта вот корреляция, да, опережающий индикатор, как один из гостей сегодня говорил, да? Является ли она опережающим индикатором? Или, наоборот, она, так сказать, догоняет те или иные события в экономике? Вот, собственно, на эту тему сегодня разговариваем. В «Сухом остатке» я напомню, сегодня в студии Дарья Желанного, заместитель директора аналитического департамента компании «Аль-Пари» и Дмитрий Ратачев, управляющий партнер «Консцент» «Дженерал Инвест». И для вас, уважаемые слушатели, еще раз, телефон в студии 651099,6, код города 495 и сайт компании «Финам.фм». Напомню, вопрос, адресованный вам, да, если у вас будет желание и возможность, собственно, ответьте на него. На ваш взгляд, есть ли взаимосвязь между рынком фондовым и реальным событиями в экономике? Ну и давайте продолжим, да, Дим, я тебя пригодовал. Значит, что касается связи непосредственно от событий, которых мы ожидаем на американском рынке, для, так назовем, обывателей, да, то есть, ну, на самом деле, ни для кого не секрет, что, скажем, ну, я вот могу сказать, по нашему населению, да, России, то, что основное, что всегда волнует, скажем, практически любое домовладение, семью и так далее, это курс доллара, что будет с рублем. Да, совершенно верно. Вот, то есть, это действительно такой извечный вопрос, и, на самом деле, здесь можно провести просто четкую параллель, значит, к тому, что события, которые будут происходить на американском рынке, соответственно, на европейском и на российском, они, значит, потянут за собой изменения в ту или иную сторону курса рубля. Вот, вот это уже важно, это уже очевидно. Да, это уже важно, поскольку большинство, ну, скажем так, там, можно сказать, большая часть действительно населения, значит, хранит свои сбережения и получает зарплату, да, в рублях, соответственно, конечно, их, скажем, волнует в первую очередь, то есть, сохранение их средств. Вот, на эту тему я могу сказать следующее, что на текущий момент, поскольку вот мы слышали буквально позавчера было заседание Центрального банка, на котором было заявлено о том, что мы прекращаем, значит, выкуп порядка 60 миллиардов, значит, выкуп и продажу, то есть, интервенции на валютном рынке. То есть... То есть ЦБ опять уходит постепенно? Да, он хочет, ЦБ хочет сделать курс плавающий рубля, соответственно, это, значит, ну, в текущем году это явно добавит волатильности курсу доллар-рубль, то есть мы увидим, то есть мы, на самом деле, сейчас привыкли к некому коридору, который составляет там в районе 31-33. Дима, извини, я поправлю, Даш, мы привыкли к некому коридору, бог всем скажет, с точки зрения обывателя, мы привыкли к некой стабильности все-таки. А вот эти вот движения, ну, с профессиональной точки зрения, вам, как тем более, да, аналитикам валютного рынка, ну, что там, да, туда полпроцента сюда, просто это ерунда, это нормальная жизнь, да, любой... Дыхание рынка. Да, совершенно любой, так сказать, конвертируемой валюты. А вот мы к этому не привыкли, нам надо к этому привыкать. Это не будет отражаться каким-то психозом, может быть, да, в мозгах наших соотечественных? Ну, на самом деле, вопрос в психологии, он такой тонкий. Конечно же, наши люди помнят с ужасом 90-е, да, когда это все было неконтролируемо, страшно, и не будем много внимания этому уделять. Сейчас ситуация не такая. Мы вспоминать не будем, потому что да, конечно. Ну, да, давайте о хорошем. Я на самом деле понимаю одну простую вещь, что да, действительно, год для рубля будет, может быть, не очень комфортный, поскольку, совершенно согласно с Дмитрием, действительно, ЦБ сейчас занимается тем, что отпускает потихонечку его в свободное плавание, и это важно с точки зрения стратегического вообще позиционирования России на международной арене и еще по куче разных моментов. И плюс ко всему, к большому сожалению, мы не видим для сильного драйвера, для сильного укрепления рубля в этом году, поэтому, помимо волатильности, она будет, к сожалению, направлена немножечко вниз, да? Ну, то есть к ослаблению рубля будет в основном. Да, но что здесь важно? Страшно ведь не само по себе ослабление, страшно неконтролируемое ослабление. И вот здесь ЦБ держит руку на пульсе, и чтобы они не говорили там, как бы они не отказывались от интервенции, все равно есть психологически важный порог, через который рубль не переступит. Вот для меня это где-то 35 рублей за доллар. Вот не уйдет он, он не будет стоить меньше. Даже по секрету, для тебя 35, а для ЦБ это... Я предполагаю, что ЦБ приблизительно так же смотрит на это. И не стоит забывать, что в России курс рубля это все же во многом политический вопрос. И здесь, ну, наше правительство, мы можем сколько угодно его критиковать, но тем не менее недовольство огромных масс населения им не нужно. А поскольку пострадают в первую очередь потребители от этого, безусловно, это все будет контролироваться и загоняться в какие-то нормальные рамки. Смотри, вот, извини, пожалуйста, перебью. Вот это вот социальная составляющая формирования валютного курса, это только прерогатива России или развивающихся стран. То есть я имею в виду, что в развитых странах нет такого отношения, да, к текущему курсу? В развитых странах инфляция значительно ниже. И более того, у них сейчас такая ситуация, когда они ее пытаются активно нарастить. Посмотрите, у нас в Штатах, сколько там, 1,2, по-моему, последние данные CPI. А в Европе и того хуже. И меньше процента. При том, что таргеты там и там 2. У нас по итогам года 6,5. У нас и таргет другой. У нас и таргет другой, да. И на этот год ЦБ переходит как раз-таки к политике таргетирования инфляции. Они говорят, что, ребят, мы не можем все на свете контролировать, будем бороться с инфляцией. Давайте пообщаемся со слушателем. У нас есть звонок. Вадим, день добрый, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, Вадим Самара. У меня к вашим гостям будут два вопроса. Первый вопрос по России. Вот в условиях, когда у нас идет стагнация. Сегодня Юдаева сказал, что уже стагфляция. То есть, иными словами, резко возрастают риски предпринимательской деятельности. И здесь вдруг ЦБ уходит с рынка регулирования валют. Вот в этом плане, с точки зрения здравого смысла финансистов, оправдано ли резкое увеличение рисков нашей экономики? Ведь обычно, таким образом, ЦБ действует в условиях растущей экономики, когда риски минимальны. Это первый вопрос. Так. И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, вот в условиях, так сказать, когда в США, по мнению, достаточно большого количества экспертов, фондовый рынок сильно оторвался от реального промышленного производства. И по некоторым данным, там намечается очень приличный рост нового пузыря. Вот в связи с этим, у меня возникает вопрос. Стоит ли, так сказать, оценивать американскую экономику именно по фондовому рынку? Есть ли каких-то новых разработок с точки зрения более объективных показателей? Спасибо. Спасибо, Вадим. Спасибо, Вадим. Очень интересные вопросы. Давайте начнем с первого, да, ситуации? Ну, я думаю, что первый тогда мой старый, а второй... А второй твой. Как раз будет мой, да. Поделим. Я бы хотела успокоить немножечко нашего слушателя. Дело в том, что дикого роста рисков сейчас не видно. Экономика не находится в стагфляции. Она все же показывает маленький нарост. И пусть мы по итогам года сделали там 1,4, где-то так. Все-таки это рост. Да, у нас не растет промышленное производство пока, но не нужно забывать о том, что Россия вписана в международную экономику, и что мы очень здорово завязаны на ту же самую Европу, в которой все достаточно печально. И мы завязаны на Китай, что, кстати, дает нам намного больше оптимизма, чем та же самая Европа. То есть там не так печально, как в Европе? Там не так печально. Ну, вы знаете, мою позицию, я Китай люблю и верю в него, ну, как в экономику. Это я помню. И 7,5% это не замедление, это здорово. Здорово. Вот, поэтому каких-то таких критических моментов здесь нет. Соответственно, ЦБ действует абсолютно разумно. И действительно, в рамках тех условий, в которых мы сейчас находимся, да, в том, что Россия вступила в ВТО, например, да, что мы активно-активно встраиваемся вот в эту систему, мы не можем себе позволить так долго держать рубль вот под жестким контролем. Соответственно, кризиса нет. Проблем острых, вот таких, в условиях которых можно было бы себя ограничивать, нет. Соответственно, риски предпринимательской деятельности, ну, знаете, такой вопрос очень с подвохом. О какой именно деятельности идет речь, да, о каких конкретно рисках говорят. У страны сейчас все в порядке. Хотелось бы лучше, да, безусловно. Но есть объективная реальность, в которой мы существуем. Ну, смотри, если речь идет все-таки о формировании валютного курса, то, может быть, риски связаны как раз с изменением этой самой стоимости рубля. А кто запрещает хеджировать? Ты сейчас ругаешься? Нет. Я подсказываю. Я понял. Ну, сейчас еще одно уточнение. Твое мнение, тем не менее, Даша, смотри. То, что Центральный банк отходит от активного регулирования национальной валюты в хорошие времена, ну, мы сегодня этот термин употребляем с вами, пусть будет еще раз прозвучит, в хорошие времена это нормально. А то, что он это делает в нехорошие времена, это тоже нормально. Ну, или не совсем в хорошие. То есть здесь связи никакой нет. Я бы сказала, что времена нормальные, они не суперпозитивные, но, тем не менее, они нормальные. Никаких острых проблем у нас нет. Поэтому то, что он к этому идет, опять же, это определенный вклад в то, что в наше будущее развитие. Просто ЦБ это тот мегарегулятор, который думает, простите меня, ни на год, ни на два вперед. И он должен действовать в соответствии с долгосрочной перспективой. А предприниматели у нас думают, естественно, на более короткий срок. И здесь не нужно сравнивать. Я считаю, что все в порядке. Я понял. Спасибо тебе. Спасибо огромное. Дим, ну и второй вопрос, связанный с пресловутым пузырем на фондовом рынке Соединенных Штатов Америки. Во-первых, на твой взгляд, действительно ли этот пузырь сейчас надувается? Ну, безусловно. На самом деле, я помню, когда еще американский рынок был там буквально полтора года, два назад на уровне 1400 пунктов. Мы все активно продавали. Мы говорили о том, что, наверное, это конец, то есть это все, конец росту. Вот. Ну, так и что мы увидели? То есть 1830, и пока коррекции не видно. На самом деле, здесь, на самом деле, мне вопрос очень понравился. Я много как раз задумывался, в принципе, о этих же вещах. Так вот, на мой взгляд, на мой взгляд, что касается, на первую часть вопроса, да, то есть, я считаю, что американский рынок действительно показывает очень серьезную динамику. В первую очередь, если мы возьмем сейчас именно фондовую часть американского рынка, то, безусловно, это эффект этого роста, это большие вливания денежных средств. То есть, безусловно, по-другому этого бы не было. То есть, это явно те денежные средства, которые попадают, соответственно, банкам, которые попадают хедж-фондам и так далее, которые потом реинвестируются в ценные бумаги, и это приводит к этому, к росту, который мы видим. Это что касается первой части вопроса. Что касается второй части вопроса, да, то есть, касаемо, стоит ли оценивать американскую экономику, да, там, с позиции роста именно фондового рынка. Так вот, на мой взгляд, что стоит в связи с тем, что, значит, в любом случае, американская экономика, она гораздо крупнее многих экономик мира, да, она является одной из ведущих экономик мира. Так вот, здесь уже речь идет о эффект больших чисел. То есть, когда компания, когда экономика, да, то есть, это неразделимо, то есть, достигает определенных высот, то, например, вырасти, например, в следующем году, там, на, там, даже 20%, да, то есть, вырасти маленькой компанией на 300%, скажем, на 200%, это реально. А вырасти уже развитой огромной экономики, вырасти, там, на 5%, чего многие, например, говорят, что, ну, вот, Америка же не растет на 5% в год в ВВП. Так, конечно, она и не должна так расти, потому что она уже достигла некого, уже такой точки, да, в которой даже рост на, действительно, там, вот, как она показывает, там, 2%, 2% с лишним процентов ВВП, это отличный результат. Это серьезный, да. Конечно. Поэтому, безусловно, разделять не стоит. Я понял. Добавишь что-то? Я бы сказала, что, да, действительно, спасибо QE3, действительно, фондовый рынок прирос просто до невероятных каких-то размеров. Говорить о пузырях, ну, да, если честно, меня напрягают вот те истории, которые мы видим по статистике. Есть еще такой момент, что в экономике присутствует цикличность, да, и есть циклы разной длины. И вот меня, например, сейчас немножечко беспокоит сектор доткомов. Вот мы видели кризис, да, вот где-то порядка, там, 12 лет назад. И вот по моим внутренним ощущениям скоро твиттеры с фейсбуками немножечко будут корректироваться, а может быть и не немножечко. То есть здесь такая... Ну, ты вспомнила дотком, и там событие, сложно назвать, коррекцией было. Ну, я же должна как-то мягко, не пугая никого, просто обозначить свои... Особенно тех, кто инвестировал, да, и в фейсбук, и в твиттер. Ну, просто нам сложно будет понять друг друга, потому что я вот с этими бумагами, например, крайне осторожно к ним отношусь. Но тем не менее, да, и вот если мы посмотрим, как они разместились и как они торгуются, да, ну, венец всего этого, это просто твиттер, да, компания, которая же там бешено удачно разместилась, при том, что компания убыточная, да. Но вот у меня есть ощущение, что вот комплекс вот этих факторов в какой-то момент все-таки сыграет против американского рынка. И у меня есть такое ощущение, что не за горами этот момент. То есть сама вся экономика, конечно же, вполне себе устойчива. И для меня сейчас, опять же, вопросом будет, как они решат проблему с госдолгом. Да, в феврале он очень скоро наступит, и 17,6, по-моему, уже, если я не ошибаюсь, прям в точных цифрах, триллионов долларов они уже назанимали. И сейчас исторический там невероятный момент, когда планки вообще нет. Вот они ее отменили временно и занимают, занимают, занимают. Соответственно, к какому решению они в итоге придут? Понятное дело, что решение, которое всех устроит, оно в любом случае будет. Но, опять же, если они придут и скажут, ребят, что-то мы не договорились, возьмем-ка мы еще полгода на раздумье. Вот здесь какой-то повод для паники, он появится. И появится... Хотя они это сделают не первый раз уже. В любом случае. Но они же любители блокбастеров, да? Там в последние пять минут они принимают решение, и такие после хэппи-энда радостные уходят. А рынки нервно выдыхают и куда-то несутся. Это же все равно... Рынок очень сильно реагирует на эмоции. Поэтому вот здесь есть все равно ряд факторов, на которые нужно смотреть. И госдолг для меня сейчас это первый номер. Я понял. Даша упомянула, что события, вот такие вот динамичные события, уже не за горами. Давайте о горах поговорим. Не в буквальном смысле слова, да? Не с точки зрения альпинизма, а с точки зрения перспектив. Далеко, опять-таки, смотреть не будем. Давайте посмотрим на 2014 год. Дим, с твоей точки зрения, вот что несет в себе, что ожидает нас в 2014 году? Ну вот с моей непосредственной точки зрения, я считаю, что мы действительно сейчас должны, скажем так, увидеть какую-либо коррекцию на рынке. То есть, в частности, скажем так, ну вот своим клиентам, своим инвесторам, да, вот мы рекомендуем, скажем, не сильно агрессивно смотреть сейчас на рынок акций. Хотя, скажем, если брать горизонт в год, значит, ведь как устроен вообще рынок? То есть, если мы видим, а это было так, то есть 2011, 2012, 2013 год, объективно, это были рынок облигаций. То есть, корпоративных, ОФЗ, мы видели размещение Тинькова, потом бешеный рост котировок. То есть, рынок акций, если взять именно, опять же, развивающиеся рынки, я сейчас говорю, да, то на развивающихся рынках три года это были рынки облигаций. Сейчас 2014 год, на мой взгляд, я считаю, что это вполне может оказаться рынком акций для развивающихся рынков. И для России в том числе. Да, и для России в том числе. Но, значит, я полагаю, что вот если еще сузить горизонт, то в первом квартале катализатором, значит, роста для российского рынка может выступить то, что у нас Олимпиада, да, начинается. Соответственно, значит, политическая стабильность и тому подобное. То есть, это, скажем, на совсем коротком отрезке. А если брать именно отрезок в год, то, на мой взгляд, что после... Скажем, более-менее значительной коррекции, которую я все-таки ожидаю, что произойдет по американскому рынку, я думаю, что это все будет снова выкуплено, и можно тогда будет уже более серьезно наращивать позиции по equity, по акциям. Спасибо. Даша, 2014 год, каким ты его видишь? Для Америки вот в начале года, как они назовутся, так и поплывут. Ну, эту тему мы уже подробно обсудили, поэтому я думаю, что здесь, да, коррекция. Дальше к УЕ-3. Давай уточним. Начало года, как они назовутся, это события, о которых, да, заседание Федрезерва, январь, 2028. Госдолг, госдолг. А, госдолг, госдолг. Для меня вот это прямо краеугольный камень. Европа аккуратненько демонстрирует признаки восстановления. Тут недавно данные по промпроизводству вышли такие распрекрасные, что я аж прям так удивилась. Вот. Ну, здорово, здорово. Верятся с трудом. Политика все еще странная. Вот недавно вышла новость о том, что они собираются мигрантам давать пособия только в том случае, если они найдут работу и как-то там их не выселят. Ну, в общем, честно, странная политика при тех долгах, при тех проблемах и безработицах, которые есть. Странно. В общем, будет медленное восстановление, здорово. Глубокого кризиса не жду. То есть, скорее всего, такой умеренный, умеренный такой негативчик и потом немножечко позитива. То есть, вот как-то... Ближе к концу года. Как-то, да. Я понял. Спасибо огромное. Дарья Желанова, Дмитрий Лирточев. Сегодня в студии Сухого остатка мы обсуждали влияние фондового рынка на экономику. Спасибо, гости. Спасибо. Спасибо за внимание. Успехов на рынке. До свидания.